Обезопасить себя и окружающих от опасной инфекции и смело ходить по улицам. Такими доводами руководствуются те, кто решил привиться от коронавируса. Активными темпами вакцинация проходит в станице Николаевское. С февраля этого года там привились уже 365 человек. Вместо амбулатории побывала наш корреспондент Эллада Дзукаева. Она расскажет подробнее. Петр Бугарев пришел на ревакцинацию. Он уже прививался в ноябре прошлого года. Никаких осложнений, температуры, слабости или ломоты в костях после первой прививки он не заметил. В амбулаторию Петр Александрович обратился из-за страха заразить детей и внуков. Его близкие уже прошли через спутник ВИ. Ничего у меня не было, ни головных, ни температуры, ничего. Всё перенёс хорошо. Конечно, у меня дети, внуков девять у меня. Боюсь, конечно. Азалина Канищева сделала прививку впервые. Через три недели её ждёт второй этап. Жительница станицы Николаевска уже много лет работает в местном детском саду. В негативные последствия после вакцинации Залина Канищева не верит. Я работаю в госучреждениях с детьми. И, наверное, чтобы не заболеть и не заразить детей, из-за этого решила привиться. Среди моих знакомых уже многие привились, также мои родственники. И всё хорошо, хорошо. Всё вроде прошло отлично, хорошо. В амбулатории Станицы Николаевска вакцинация идёт с 15 февраля этого года. За это время привилось 365 человек. Ещё 20 пациентов сегодня получили первый компонент спутника ВИ и около 35 завершили вакцинацию. Им уже выдали официальные сертификаты. Сделать двухкомпонентную вакцину в амбулатории могут не только жители Станицы, но и гости. Главное – предупредить участковых терапевтов о своём намерении. После вакцинации мы практически на второй, на третий день обзваниваем пациентов, медсёстры и участковые фельдшера. Они обзванивают пациентов, спрашивают о своём состоянии. Телефоны у нас постоянно на связи. То есть пациенты нам могут позвонить, рассказать о своих каких-то недомоганиях. Единственное, что у пары человек были жалобы на какое-то местное покраснение, местную боль после вакцинации. Так вот за всё время наблюдения абсолютно никаких симптомов, может быть, осложнений не было. Только по предварительной записи нам сообщают, потому что нам вакцины нужно бывает привозить с аптекораспределителя с районной больницы. Они нам заранее звонят, мы их записываем и вакцинируем, конечно, всех желающих, которые к нам обращаются. Мы никого не разворачиваем, стараемся всех привить. Как говорят местные врачи, желающих привиться с каждым днём всё больше. Сделать прививку можно в любом медучреждении и в новых ФАПах, записавшись через портал госуслуги или в регистратурах. Лада Зукаева, Алана Бзыкова, Дана Малышева. Новости Осетии.